Всем годного контента! С вами Юрий Павлов. Я рад приветствовать своих диванных специалистов. Друзья, если вы уже заварили чай или кофе, у вас на столах печенюшки и прочие вкусняшки, и на вас надет любимый домашний костюм, то значит вы готовы вкушать целую порцию новых сюжетов из мира интернета. Если да, то прошу следовать за мной. Друзья, как я и обещал, на мне футболка с енотом. Моя фотография с печенюшкой чуть-чуть не добрала до сотни лайков, но не беда, я решил вас порадовать и надел эту футболку с этим милым зверьком специально для вас. Любуйтесь на здоровье! Друзья, увы, сейчас мы лишены такой возможности посещать кинотеатры. Но для этого у нас есть нет. Хочешь, можешь найти советскую классику. Хочешь, новинки Голливуда. А самые большие эстеты способны отыскать индийский кошмар на улице Вязов. Или Гарри Поттера прямиком из Болливуда. Абра-ки-дабра! Абра-ки-дабра! Я вам советую поискать эти фильмы. Смеяться будете долго. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание на короткометражки. Лично я их очень люблю за лаконичность и нестандартность. В нашей сегодняшней программе вы познакомитесь с фильмом «Дело принципа». Лента повествует об одном мужчине. На вид ему где-то лет 40. Он следит за своим внешним видом, любит вкусную и полезную пищу, ведет здоровый образ жизни. Все как у людей. Но его отличительной чертой является то, что он киллер, которому поручено устранить пассию одного богатого папика. И казалось бы, что сложного справиться со слабой девушкой? Но даже у профессионала может начаться черная полоса в работе. Сломанные каблуки, похожая на жертву девушка, неудобный костюм аниматора – все это встает на пути у незадачливого убийцы. В какой-то момент даже начинаешь сопереживать главному герою. Развязка в фильме весьма неожиданная. И даже указывает на то, что употребление табачной продукции может привести к летальному исходу. Но спойлерами заниматься я не буду. Посмотрите фильм сами. Дело принципа – это, конечно, хорошо. Но главное, чтобы оно не превратилось в фанатизм. Представьте, что я, как диванный эксперт, стал бы разбираться со всеми своими хейтерами в интернете. У меня бы просто не хватило времени на съемки следующих выпусков. На днях в России и некоторых странах СНГ отмечали День воздушно-десантных войск. Ну и, конечно, в интернете можно найти огромное количество мемов и видеоприколов на эту тему. Вот некоторые из них. Тщетные попытки разбить бутылку о голову. Купание в фонтанах. Куда же без этого? И даже то, что трудно назвать пародией на ВДВшников. Помнишь, Мартынов, как мы с тобой одну пайку делили, под одним одеялом спали, в одной ванне мылись. Мне кажется, или тут намек какой-то? Да никаких намеков. Обычные армейские будни. Немногим дано понять, Мартынов, что такое наша особая мужская дружба. Наша любимая Википедия говорит об особенностях дня ВДВ. Во время прохождения праздника во многих городах традиционно устраиваются показательные выступления воинов-десантников, концерты, благотворительные акции и народные гуляния. В некоторых российских городах в день ВДВ принято отключать фонтаны и отпускать всех сотрудников, ответственных за их работу, на выходной. Это дело для того, чтобы сократить ущерб от празднования. На самом деле, если абстрагироваться от всего вышеперечисленного, то в десанте служат по-настоящему сильные и крепкие духом люди, отдающие свой священный долг Родине. Поэтому я хочу еще раз от всей души поздравить вас, друзья. Вы настоящие мужики. Порадовала цитата из Википедии, где говорится о том, что людей, ответственных за работу фонтанов, в этот день отпускают на выходной. Я думаю, что негласно они тоже считают 2 августа своим праздничным днем. Прямо представляю такую картину. Идут ВДВшники 2 августа по улице и встречают такого сотрудника. Говорят, Петрович, по-братски, включи нам фонтан. Она такой, мужики, да без вопросов. И вот они уже все вместе радуются летнему погожему дню в воде. Социопатия, зависть, сектанство, нездоровая зависимость от меда. О чем это я? Друзья, не поверите. О любимом миллионами телезрителей мультсериале «Смешарики». Казалось бы, милые зверушки, которые учат наших детей добру и справедливости, на своем примере показывают, что такое хорошо, а что не очень. И вдруг такое? Но, как выяснилось, даже у любимых мультяшек есть свои скелеты в шкафу. Недавно блуждая по бескрайним просторам Ютуба, я набрел на видео, которое могли смонтировать и подготовить разве что только сторонники теории заговора. В 10-минутном ролике автор раскрывает темные стороны главных персонажей мультфильма. Например, Медведь Копатыч страдает нездоровой зависимостью от продукции пчеловодства. Ради меда он готов на обман и всякие ухищрения, лишь бы порадовать себя сладким. Дальше больше. Оказывается, механик Пин, который ведет затворнический образ жизни, скрыто ненавидит остальных персонажей. А своими изобретениями он не раз подвергал их жизни опасности. Прошелся автор и по другим смешарикам. Так, по его мнению, милая свинка Нюша является феминисткой, а ее подруга Савуния и не подруга ей вовсе, а всего лишь завистница красоте и молодости первой. Барашек и ежик вообще бегут от реальности и больше отдаются своим мечтам и фантазиям, боясь настоящей жизни. Все бытие мира смешариков пронизано обманом, депрессиями, завистью. Они создают тайные общества, альтернативных двойников. И вообще непонятно, как они вместе сосуществуют. Посмотрел я этот видеообзор и, знаете, сделал для себя вывод, который вы, дорогие телезрители, надеюсь, со мной вместе и разделите. Придраться можно и к столбу, а вот найти что-то хорошее действительно сложно. Смотрите смешариков и радуйтесь жизни. Друзья, сначала я хотел сделать обзор об интересных фонтанах, ведь их много в мире и каждый по-своему отличается от другого. Но вспомнилась мне одна история, которую я прочитал в сети несколько лет назад. Интересно над тем, что якобы произошла в Апатитах. Повествование я буду вести от лица автора этого поста. Недавно прогуливаясь мимо Апатитского фонтана, я присел на скамейку, на которой отдыхала женщина. Между нами завязался разговор на тему фонтанов, и от нее я узнал такое. Поведала она мне следующее. Еще в июне прошлого года, поругавшись с супругом, она ушла из дома и отправилась к фонтану. Было без чего-то 12 ночи, когда она прибыла на место. Самое странное, что фонтан, который отключают в 10 часов вечера, продолжал работать. Наверное, проверка оборудования, подумала моя собеседница, и стала неспешно обходить водное сооружение. Сделав, как ей показалось, вокруг него 12 кругов, она интуитивно ощутила, что вокруг нее все поменялось. Да, она оставалась в Апатитах, но это был какой-то другой город. Без шума машин, лая собак с Белоречки, никаких людей, гудения проводов и даже ветра. Она пошла прогуляться по улице Ленина. И вдруг солнечной ночью заметила, что со стороны центра города на нее надвигается тьма. Женщина очень испугалась и вернулась к фонтану. Она снова начала наворачивать круги вокруг него, но ничего не происходило. Затем она вспомнила, что в первый раз она сделала около 12 кругов против часовой стрелки. Теперь она начала ходить в обратную сторону. Тьма тем временем сгущалась над ней и подступала все ближе. Но как только женщина преодолела 12 круг, появилось солнце, послышался звук машин и лай собак с Белоречки. Самое интересное в этой истории то, что этого поста я больше нигде не находил. Возможно, это просто фейк или чья-то буйная фантазия. А быть может, наш фонтан является местом силы. Друзья, а вы знаете места силы в Апатитах или в Кировске? Если да, то, пожалуйста, поделитесь в комментариях под видео к этой телепередаче. Устали от карантина и масочного режима? Надоели соседи, которые допоздна слушают громкую музыку? У вас депрессия и стресс. Что же делать? Надо танцевать. Танцуйте танец антистресс. Так, как это делают на следующем видео, которое к нам пришло из Азии. Вот уж поистине азиаты умеют смотреть на мир под другим углом. И с большим позитивом. Видео начинается с занятий девочек из группы танцев. Обратите внимание на их лица. Они серьезны, сосредоточены. Взгляд каждый полон решимости и уверенности. Далее следует шумное выдыхание воздуха и начинается само действие. Тут же вы можете обнаружить нарезку с другими танцорами, которые ввергают в шок остальных участников видео. Создается впечатление, что это и не танец. Это какая-то психологическая настройка воина перед боем, сдобленная деморализующим противника устрашающим кличем. Но так как мы все против войн, я предлагаю использовать этот танец в социально-бытовых условиях. Например, в кабинете у директора при требовании повысить зарплату. Или жена хочет отпроситься у мужа в клуб с подругами и тут же принимает боевую стойку. Самый трэш случится в школе, если ученица, которая не выучила урок, вместо банальной словесной перепалки с педагогом, устроит подобное выступление. На самом деле, видео учит нас одной очень хорошей вещи. Что бы ни происходило, что бы ни случалось, танцуйте. Танцуйте, как эти азиатские девушки. Интернет – это хорошо, но реальная жизнь лучше. Не забывайте про нее. Ваш диванный эксперт Юрий Павлов.